Как подтверждение проблем, озвученных в законодательном собрании, история еще одного конфликта между жильцами и коммунальщиками. Собственники дома на Омской 110 уже долго воюют со своей управляющей компанией «Жилищник-7». Они недовольны работой коммунальщиков, а точнее ее отсутствием. На месте побывала наша съемочная группа. Упорядочить свои отношения с управляющей компанией жители пытаются за 2009 года, требуя от нее полноценной работы по содержанию жилья и в том числе их общего имущества. За 5 лет в качестве платежей по квитанциям только по этой строке компания собрала около 10 миллионов рублей. За эти деньги жильцы получили некачественные ремонты подъездов, плохую работу уборщицы, неисправные мусоропроводы. А между тем тариф каждый год повышается. Сейчас он составляет 17 рублей 36 копеек с квадратного метра с учетом НДС. Жильцы не согласны платить за работу, к которой у них есть претензии. В 2012 году они попытались установить тариф сами по размере 15 рублей. Провели собрание, все сделали по закону. Отправили протокол и уведомления в управляющую компанию. Однако все это коммунальщики полностью проигнорировали. Управляющая компания представила нам квитанцию в январе 2013 года из расчета 19 рублей 31. Одна копейка за один метр квадратный. Естественно, мы были крайне возмущены. И по данному факту мы обратились тут же в прокуратуру города Омска. По представлению прокуратуры Роспотребнадзор провел проверку. Установил факт административного правонарушения и выписал штраф в 100 тысяч рублей. Компания попыталась оспорить протокол. Вот тут начинается самое интересное. Вот мы, как я уже сказал, провели собрание в декабре 2012 года. Управляющая компания, дабы себя как-то реабилитировать, вот с тем, чтобы штраф вот этот отменить, 100 тысяч рублей, естественно, они обратились в арбитражный суд Омской области о признании данного протокола недействительным. С обжалованиями жилищник 7 дошел до регионального арбитражного суда в Тюмени. Но штраф ему все же пришлось заплатить. В Куйбышевском суде же сомнительный протокол признали недействительным. Далее по суду жильцы пытались добиться перерасчета, ведь им пришлось платить по выставленным квитанциям с тарифом 17.36, на что суд ответил отказом. Понимаете, вместо того, чтобы решать вопросы качества оказания услуг, вместо того, чтобы решать вопросы снижения себестоимости оказания услуг, значит, идет вот самая настоящая борьба за повышение тарифов, самая большая, вот такая, ну, борьба, значит, за увеличение тарифов и за, самое главное, значит, сбор денежных средств при оказании минимальных услуг. А то, что услуги оказываются по минимуму, видно невооруженным глазом. Плохо работают мусоропроводы, мусор вывозится редко, уборщица приходит реже, чем раз в месяц. При дожде регулярно протекают рамы в подъездах. А между тем, на одну только уборку подъезда в компании ежемесячно собирают жильцов 50 тысяч рублей. Вопрос, куда уходят эти деньги. Покидать этот дом жилищник 7, судя по всему, не хочет. Деньги он здесь получает неплохие. В доме живут преимущественно пенсионеры, собираемость платежей около 98%. При этом компания откровенно не платит налоги. Когда была проведена проверка в 2009 году, тогда установили факт неуплаты налога 1,046,000 рублей именно нашей управляющей компании. Особо крупный размер на тот момент был 600 тысяч рублей. И самое интересное, вот с 27 июля по 1 января 2009 года, по 1 января 2010 года проводились проверки. Было дело возбуждено по части 1 статьи 199 прим. Что интересно, никто не был наказан. Жильцы не понимают, какие еще бюрократические стены им надо разбить, чтобы доказать свою правоту. Кирилл Янчицкий, Сергей Чернов, Обком ТВ.